Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу подвести итоги года 2016 и косметики Faberlic, которые я пользуюсь. С маркой Faberlic я уже достаточно давно знакома и здесь есть очень много средств, которые мне нравятся. Сегодня хочу поделиться с вами своими самыми-самыми фаворитами. Некоторыми средствами я пользуюсь уже не один год. Некоторые средства полюбила на протяжении этого года и знаю, что вот те баночки, которые я вам показываю, если и снимут с производства, то я расстроюсь. И мне нужно будет искать что-то новое на замену, потому что эти средства меня выручают. Итак, начнем мы, пожалуй, со средств для снятия макияжа с глаз. Это Airstream, легендарный кислород. Что я могу сказать по этому поводу? У этого средства могут меняться флакончики, баночки, внешний вид. Может изменяться даже и состав этого средства, но суть средства для снятия макияжа из линейки кислород работает просто на ура. В какой бы вариации Faberlic его не выпускала, оно идеально снимает тушь с ресниц, сколько бы там слоев не было, оно не щиплет глаза. Этим средством я даже могу снимать тушь, находясь в контактных линзах. И мне ничего не разъедает глаза. Тот, кто носит контактные линзы, знает какой-то щепетильный вопрос, и если что-то попадает под линзу, насколько это неприятно. С этим средством у меня никаких сложностей ни разу не возникало. Очень и очень люблю это средство. Затем два средства по уходу за лицом. Также уже, по-моему, раз они были у меня в фаворитах, и сегодня их тоже буду показывать. Это средство из серии Expert, линейка микродромообразия и пилинг. Есть кислотный пилинг, который у меня сейчас на лечении нет. Это шаг А. Ко мне эта заверная бутылочка едет. И есть вот такое средство, как шаг Б, которое называется микродромообразия и энзимный микропилинг, который в виде скраба, но он не скраб. Вот с такими частичками, которые хорошо удаляют все роговевшие глеточки, очищают ваши поры. То есть кислоты, можно сказать так, невидимым образом убирают все и дают доступ к порам. И это средство добивает. Есть еще крем для лица, который ко мне тоже едет. Это третий шаг. Эта серия мне очень нравится. Уже, наверное, второй или третий раз у меня в фаворитах. И буду заказывать еще и еще. И очень расстроюсь, если эти средства с производства снимать. Надеюсь, что такого не произойдет. Затем, это шампунь, который идет для интенсивного увлажнения волос. Чем он мне нравится? Два пункта. С ним волосы дольше остаются свежими и чистыми. И с ним сохраняется хороший прикорневой объем. Он не делает чудес. Он является увлажняющим, не питательным, не восстанавливающим. То есть, не нужно рассчитывать, что какие-то убитые волосы он вам сделает блестящими и шелковистыми, как из рекламы. Нет. Он очищает и увлажняет волосы. Все, что заявлено на нем, он делает. Но тот результат, который он дает, мне очень нравится. Поэтому практически все время я использую именно этот шампунь. Затем, моим фаворитом является целая линейка Фаберлик. Это линейка Бьюти Кафе. В этой линейке, опять же, могут меняться средства, могут меняться типы ароматов. Но там сразу, если меняется, то сразу несколько линейок вам предлагается на выбор. И всегда можно найти средства, которые будут нравиться вам по аромату. За качество я молчу. Если бы качество этой линейки продуктов было бы плохим, они бы не были сейчас в топе и не являлись бы сейчас моими фаворитами. На данный момент из действующих продуктов Бьюти Кафе мне очень нравится. Это крем-суфле для тела, вишневый конфидюр. Обожаю запах, просто невероятный. Иногда хочется взять ложку и есть его вместо йогурта. И второе средство – малина и белый шоколад. Опять же, очень хороший скраб для тела и потрясающий аромат. Это просто настоящее наслаждение. Раньше в этой линейке давным-давно мне очень нравилась серия апельсин и черный шоколад. Это был такой потрясающий аромат. Это был настолько хорошо увлажняющий и питающий крем для рук и для тела, от которого я была просто в восторге. Еще из серии Бьюти Кафе мне очень нравилась линейка с томатом и базиликом. В общем, здесь у меня было очень-очень много любивчиков в свое время. На данный момент есть и сейчас свои любимчики. Поэтому нежно люблю эту серию Фаберлик. Последнее средство из ухода – это средство для снятия лака. Чем мне оно нравится, что здесь есть губка, в которую вы окунуете ваш пальчик и снимаете лак с ногтевой пластины. Это средство может снять и глиттерный лак, и песочный, и обычный. И не нужно возиться с всякими ваточками и ватными дисками. Очень мне нравится. И последнее – это уже средство из декоративной косметики. И здесь опять буду говорить, в общем, сколько бы румян от Фаберлик у меня не было. Все они мне очень нравятся. И я люблю их за то, что они умеренно пигментированы. Ими невозможно переборщить. Они не будут оставлять какое-то красное пятно, которое нужно душевать. А если нанесли на кисть слишком много, то нужно вообще умываться. Потому что в зависимости от плотности кисти может меняться вариация того, насколько сильно будет наноситься средство на лицо. А у меня есть разные плотности кисти. И я могу сегодня взять одну, завтра другую. И вот такой вариант, когда румяна сильно пигментированы, мне не очень подходит. А здесь румяна нормально пигментированы. И я вам покажу на примере палетки, где несколько продуктов идет в одном. Есть и бронзер, есть и румяна, и несколько хайлайтеров. И сейчас есть вот такой вот оттенок, который в свое время я смешивала румяна и вот этот коричневый светлый. И да, можно для совсем бледнокожих девочек, у которых светлая кожа, наносить вместо бронзера. Я же сегодня использовала вместо пудры, потому что я очень загорела. И никаких других средств у меня нет. Оно идеально мне подошло. Немножко бронзера на лицо и хайлайтер. И это мой фаворит. То есть, у меня было уже множество различных румян от Faberlic. Можете пересмотреть мои видео в пустых баночках. Я показываю закончившиеся до последней крошечки румяна, потому что они мне очень нравятся. И это было уже неоднократно. Поэтому в какую бы упаковку Faberlic не вернул свой продукт в виде румян, будто бронзера, Эти продукты мне очень нравятся. Вот такой был мой топ 7 фаворитов от Faberlic за 2016 год. Очень довольна я всеми этими продуктами. И мне очень приятно, что Faberlic продолжает нас радовать такой качественной и хорошей продукцией. Если вы пользуетесь косметикой Faberlic, поделитесь, пожалуйста, вашими фаворитами. Какие средства у вас являются любимчиками. Что вы заказываете из каталога в каталог. Ну что ж, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Возможно, я там найду для себя фаворита и любимчика на следующий год. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. На этом все. Всем пока.